Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте! Сегодня на комплексе имени генерала Демидова был разыгран очередной комплект наград первенства страны по летнему биатлону. На этот раз участники выявляли сильнейших в индивидуальной гонке на лыжи-роллерах. Наблюдала за ходом борьбы на трассе наша съемочная группа. Этот старт собрал многих сильнейших биатлонистов страны для того, чтобы они смогли проверить свою готовность к зимним турнирам, которые уже не за горами. Да и трассы местные, как выяснилось, им всем по душе. Вежеств спортсмены приезжают с удовольствием. Трасса очень хорошая, тяжелая, но комфортно. Очень нравится. Вообще как? Условия проживания, питания? Питание вообще отличное. Покода сегодня тоже была отличная, теплая, почти безветренная. Кто-то стрелял на ноль, а кто-то шел на финиш с одним промахом, как москвич Алексей Логинов. Он занял седьмое место. Говорит, форма отличная. А вот настрой на первом старте его подвел. Стрельбой, да. Все можно было избежать этот штраф. Но ходом было тяжеловато. Просто эмоционально тяжеловато было. Первый старт за этот сезон. Победителем уже мужской индивидуальной гонки стал Ярослав Костюков из Санкт-Петербурга. Наш земляк Александр Поварницын, шестой, что наставников не удивило. Подходим на загрузе, серьезном. Это для нас разгоняющий старт, так таковой. Серьезный первый разгоняющий старт. Смотрим кадры, просматриваем, что нужно доработать. Завтра в программе «Перевенство России» заключительный вид. Истафета старт в 10 утра. Выступали на национальном первенстве и наши легкоатлеты. Оно прошло в Оренбурге в одной дисциплине «Кросс», в которой удмуртские ребята в число призеров не попали. Григорий Прокофьев на финиш четырехкилометровой трассы прибежал девятым. Анастасия Урсегова – десятый. Ну а теперь о регби. Ижевская команда «Легион-2002» отлично выступила в Москве на всероссийском турнире. Подопечные Сергея Купотя успешно дошли до финала, где в дополнительное время уступили игрокам из Таганрога, заняв почетное второе место. У наших ребят, напомню, был это первый старт сезона. Дублеры Ижевского «Зенита» дали настоящий бой в гостях лидеру дивизиона «Приволжье» третьего российского дивизиона клубу «Сергеевск». Играя почти весь матч в меньшинстве, подопечные Ивана Болкисева, тем не менее, очень много атаковали. Но в концовке встречи пропустили обидный гол. Итог поражения – 0-1. «Зенитовцы» по-прежнему идут на 10-м месте в турнирной таблице с 23 очками. Фестиваль «Сила и духа» в Якшурбуте прошел межнациональный турнир, в котором приняли участие не только местные спортсмены, но и гости из Мордовии. Последние привезли с собой на соревнования луки – настоящие древние топоры и ножи. Чем еще удивили зрители и организаторов атлеты, узнаем в нашем видеоматериале. Армяне, татары, удмурты, русские, азербайджанцы, мордва. Люди разных вер и национальностей на фестивале продемонстрировали настоящую силу – воли, тела и духа. Они состязались не только в исконно своих, но и в абсолютно незнакомых для себя видов спорта. Основная цель все-таки – продвижение национальных традиционных состязаний игр, потому что нельзя сказать, что это профессиональный спорт. Здесь принимают участие люди совершенно неподготовленные есть, которые просто приехали поучаствовать и открыли, может быть, для себя какие-то новые виды состязаний, которые могут они использовать во дворах своих домов, на лужайках своих поселках. Так армянин Ашот Мартиросян довольно быстро и успешно освоил мордовский вид – метание деревянных шаров. Он закинул снаряд за отметку 7,5 метров и был девятым. Первое место досталось удмурту Алексею Лобанову. А вот в метании копья Ашот был поближе, как и в эстафете. Его команда заняла третье место. Что нужно для победы? Сила духа, настрой, болельщики. Сама команда должна поддержать, чтобы был настрой на победу. Настрой есть? И настрой есть, да, но и везение. А в метании топора равных не было Павлу Бегунову из Мордовии. Он с удовольствием поделился с другими участниками секретом, как сей снаряд точно метать. И рассказал немного о его истории. Сейчас мастер-классы метания оружия древнего. Нож, топор, копьё. То есть традиционный набор охотника мордовского, удбуртского, фенугорского, любого. Оно использовалось как и, ну как сказать, в простой жизни, то есть в быту, в работе, на охоте, так и в военных условиях. Победителями фестиваля в итоге стали хозяева турнира второе место у кесских атлетов, третье у завьяловских. Соревновались и в посёлке Ува. Там прошёл открытый чемпионат Удмуртий по картингу. Около 50 спортсменов из Сатартана, Пермского края, Кировской области и нашей республики боролись за призовые места. В итоге в общекомандном Пермстве победу праздновали ижевчане из команды «Электрон-1». Серебро и бронза досталось гонщикам из «Электрона-2» и автомобилистам. И последнее открыли сезон и тяжелоатлеты Удмуртии. В Ижевске прошёл кубок Удмуртии, победителями которого стали Амалья Гонбарова и Василий Ульянов. Оба обновили личные рекорды, набрав в сумме двоеборья, а это рывок и толчок, 181 и 210 килограммов. Они, а также ещё несколько атлетов 20 октября поедут в Москву на национальный чемпионат среди студентов. Это все новости спорта. До встречи завтра.